Основное это наш пулемет ДТ-29, ну вот видите, как мы уже говорили, что в образе танкиста, который поврежден, и соответственно с него можно было пушку, с него не снимешь, потому что нет для нее станины, довольно проблематично найти снаряды, а вот пулемет с танкой можно было снять и использовать его как пехотный пулемет. Причем в некоторых случаях ДТ-29 уже удобнее, чем ДТП от МАСИ, в плане того, что у него складывающийся приклад, он легче немножко, и у него более легкий эффект. Так, и давайте вот так, зверя сюда притащим, говорят, что это самый лучший пулемет Второй мировой войны, так как или не так? Лучший, например, один из первых единых пулеметов, это МГ-34, немецкий. Один из лучших это, кстати, МГ-СМ-2, более поздняя версия, вот, это у нас МГ-34. Ух, машина, где они его добывали, опять же? Только трофейные. Только трофейные. Только трофейные. Ну, потому что немцы как бы партизанами не снабжали. Ну, если бы немецкая армия сейчас снабжала и партизанами против них. Но только трофейные оружие. Соответственно, вот у нас гистрофейные МГ-34, МП-38, К-98, ПН-8. Как пулемет применялись партизанами в бою? То есть, понятное дело, что я иду с обрезом, спрятал кого-то там убил, взрывчатку заложу. Пулемет зачем? Если нет прямого столкновения, да? Засады. Засады. Лесная дорога. Идет по ней, грубо говоря, колонна немцев маленькая, да? Там фуражеры, либо, например, там отряд передвигающихся, либо там каратели. То есть, ставились пулеметы на засадную, как сказать, формировалась засада, ну да, перекрестки, поваливалось дерево. Ну, то есть, приостанавливалась колонна и пулеметным огнем противник уничтожался. Либо просто, там даже можно без полуального дерева, то есть, при скоростильности, например, МГ-34 до 900 выстрелов в минуту, то пулемет – это вообще очень страшное оружие для противника, который не ожидает пулеметного огня. И, опять же, пулемет, в отличие от пистолет-пулемета, у него более высокая дальность и более высокая продвижная способность пули. Если, представим, пулемет, максимум по спортной дали 200 метров, да, вот реально там 150-100 метров, то с пулемета можно ввести хороший массировой на 150-300 метров. Как обстояло дело с формированием вот внутри самого отряда вот людей с разными видами оружия? Потому что, ну, как это, соединение, то есть, в регулярных соединениях, грубо говоря, у тебя на подразделении один пулемет, две винтовки, там… Ну, больше, пять винтовок. Пять винтовок, там, пять пистолет-пулеметов, и они как-то взаимодействуют. То есть, начинает пулемет, винтовки прикрывают пулемет на дальний огонь, писает, пулеметы работают уже в последней очереди. Внутри партизанского, у них могло быть четыре пулемета и один обрез, грубо говоря. Как-то вот это регламентировалось? Ну, строго регламента, что по вооружению происходяло, не было. Что добыли, что чем снабдили, тем и боевали. Хотя формировались именно пулеметные подразделения, которые были отдельно, пулеметчики, да, там, включая даже пулеметы Максим, станковые пулеметы. Было ли отдельно подразделение автоматчиков? Были подразделения, а подразделения, которые прикрывали телеподревников на железнодорогах или на участках засадок? Было смешанное оружие, начиная от пулеметов и заканчивая винтовками. Обрез, опять же, мы… Это оружие, которое применялось либо, когда партизаны выдвигались в какой-нибудь скрытно населенный полк, либо подпольщиками для разовых акций. То есть, ну, это оружие, которое аналогично, если у вас нет пистолета, вы используете обрез. Но обрез вот такая штука, ты выстрел бросил и убежал, вероятнее всего. Ну, нет, выстрел бросил и убежал вряд ли, потому что оружие бросали в последнюю очередь. Это для того, чтобы незаметно, либо пронести его куда-нибудь, тот же город, например, ту же деревню, чтобы сразу тебе незаметно, что ты… Партизаны – это диверсионные мероприятия, это подрывы, это, как это, железнодорожные войска, рельсовая война. А где брали взрывчатку? Как использовали? Это что-то самодельное или… Взрывчатку использовали, и опять же, получая снабжение с большой земли, вот, также трофильное, также что-то изготавливали, например, использовали там снаряды, которые там, ну, с оставшихся раскладов, с захваченных раскладов снаряды использовались из взрывчатки. Потом, ну, самому изготовить взрывчатку в деревенских условиях – это нереально. То есть где-то это добывалось, все равно. Выплавлять толы. Вот эта байка, которая выходит по интернету, выплавляли толы с снарядами, делали из них? Делали, выплавляли, партизаны. Да, так вот такое было распространено. Я же вижу, что когда, например, были склады, которые были оставлены на филослярной, либо был захваченный склад противника, соответственно, из снарядов уплавляли уже что-то вещество. Вы умеете толыть? Нет, не можем пробовать. Да, и мы не будем показывать в нашей передаче, как уплавлять толы, друзья, чтобы, ну, по понятным соображениям, а то сейчас начнется, все будут уплавлять толы. А так, у нас есть еще вот такие образцы. Да, макеты гранат – это у нас РКД-33, вот, F1 и М27. Это все отечественное. Это немецкое. Это немецкое. Так, полотушка. То есть М24, извиняюсь. М24, извиняюсь. М24, извиняюсь. М24, извиняюсь.